Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа». Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Темпл и руководитель Лондон Сити Чорч Колин Дай. «Меч Духа» — это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан к подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия «Меч Духа». Это школа служения в Слове и в Духе. Наша тема называется так «Познавая Сына». И мы с вами начали изучать тему, почему христиане на самом деле верят, что Иисус Христон Сын Божий и несет в себе природу Божию, но также при этом, что Он абсолютно стопроцентный человек. Библия говорит, что Слово стало плотью и обитало среди нас, что означает, что Сам Бог пришел на эту землю, Он стал частью человечества в личности Иисуса Христа. Он пришел в теле, во плоти. Когда Библия использует этот термин «плоть», здесь говорится о хрупкости человеческого тела или плоти, то есть Он реально по-настоящему стал человеком. Это означает, что Он и страдал, и переживал весь широкий диапазон человеческих эмоций. Он знал, что это такое переживать печаль. Он знал, что такое радоваться, быть счастливым. Он переживал все, что переживаем мы. Но есть одно очень важное исключение во всем этом. Иисус, Он полностью стопроцентный человек, но также Он безгрешный человек. Он самый первый человек на лице Земли, планеты Земля, после Адама и Евы, который жил здесь безгрешным. И, конечно, все испытания и искушения, которые переживал Иисус, Он никогда не совершал греха. А Библия говорит, что Он не совершал греха и не было лестия в устах Его. 1 Петра 2, 22. Никогда у Иисуса не было неправильных мыслей и неправильных действий. Он никогда не говорил неправильных слов. Он всегда угождал Своему Небесному Отцу. И это очень важно для нас. Потому что это делает Иисуса соответствующим или квалифицированным, то есть со всеми необходимыми качествами, чтобы быть нашим спасителем. Если ты хочешь найти кого-то, кто поможет тебе в твоей проблеме, ты обращаешься к кому-то, кто знает, как ее решить, кто имеет успех, Иисус Христос может научить тебя, как жить этой жизнью, которая угождает Богу, потому что Он прожил такую жизнь, которая угождала Богу. Библия говорит, что не знавшего греха Он сделал грехом. То есть Он стал грехом за нас, Сам не зная греха, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем. Да, Иисус был абсолютно и полностью безгрешным, и поэтому Он и может быть нашим спасителем. Он обладает всеми необходимыми квалификациями для этого. Сегодня в нашем занятии мы пойдем еще глубже и рассмотрим учение о безгрешности Иисуса Христа. Мы посмотрим, как это важно, понимать, что Иисус Христос действительно победил грех, и поэтому Он может быть нашим спасителем. Он тот, который безгрешный, и Он тот, который стал нашим спасителем, потому что Он был абсолютно, стопроцентно безгрешным. 1 Петра 2 глава 22 стих говорит, что «Тот, который не сделал никакого греха, не было лести или обмана в устах Его». 1 Иоанна 3 глава 5 стих. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». Итак, это на самом деле доктринальное утверждение Первой Церкви относительно Иисуса. Послания заявляют, что Иисус был безгрешным. И что насчет примера Его жизни, о котором говорят Евангелия? Нет особых утверждений там, что Иисус был безгрешным. То есть в Евангелиях не написано черным по белому. Я не говорю, что они в это не верили, но конкретно они это не утверждали вот так вот словами, потому что не было нужды утверждать. Они рассказали нам о нем и сказали, «Сами делайте свои выводы». И это очень ясно, что то, как Иисус представлен в Евангелиях, что на самом деле есть так много вещей, которые указывают на Его абсолютное совершенство, и нет ничего, чтобы противоречило этой идее тому, что Иисус безгрешен. Например, никогда Он не исповедовал свой грех. И это свидетельство со стороны всех святых во все столетия, что чем ближе ты приходишь к Богу, тем более осознанным ты становишься в своих грехах. И одна из важных характеристик духовности, конечно, для нас, это так, чтобы мы исповедовали свои грехи, но мы нигде не встречаем описание того, как Иисус исповедовал свои грехи. То есть либо Он был самым надменным, самоправедным человеком, который жил когда-либо, либо Он был безгрешным. И Евангелия дают нам выбор. И, конечно же, все, что говорится в Евангелиях, приводит нас ко второму варианту ответа. Он никогда не исповедовал свой грех. Но Он фактически призывал людей к покаянию без того, чтобы открывать необходимость для себя в покаянии. Даже Мария, Мать Иисуса, говорит о Боге, как о Своем Спасителе, признавая этим, что и она нуждается в прощении, признавая, что и она нуждается в покаянии, в грехах. Безгрешность Марии, этой доктрине не учит нас Писания. Писание учит о безгрешности Иисуса. Если вы хотите знать, как в истории возникла доктрина о безгрешности Марии, потому что люди хотели представить, сохранить чистоту и чудо, и величие Иисуса, поэтому у них возникла эта идея, что Иисус, чтобы Он родился таким чистым, безгрешным, то, как Он пришел в этот мир, это тоже должно быть что-то чистое. И вот так римские католики и учат о безпорочном зачатии Иисуса в Марии. То есть, и она как будто была зачата без греха, непорочно. Конечно, я симпатизирую в этом желании показать, насколько совершенно безгрешным был Иисус, но в данном случае они абсолютно ошибаются, потому что и Мария нуждалась в спасении, как все остальные люди. Поэтому нам не нужно в эти крайности впадать, чтобы как-то это защитить, потому что Евангелие представляет нам Иисуса достаточным образом во всей Его славе и великолепии. Его величество и Его чистота. Ему не нужно было каким-то образом подкреплять это какими-то отточенными человеческими доктринами, чтобы добавить к тому, что сказал Бог или что сделал Бог. Итак, Иисус, мы видим, Он призывает людей к покаянию, и Он не нуждался Сам в покаянии. Он был покорным и позволил Иоанну крестить Его в воде, чтобы исполнить всякую правду. И Он сказал, Иоанн, да будет так. Иоанн говорит, нет, это Я должен крестить тебя. Не Я должен крестить тебя, а Ты. Но Иисус сказал, пусть это будет, потому что нам нужно исполнить всякую праведность. Это Матфея 3.15. Тогда Иоанн допустил. На самом деле, Ему не нужно было отворачиваться от грехов, потому что не было греха. Иисус сказал, это Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Он отождествился с нами в нашем состоянии, и Он исполнил Божью праведность. Я думаю, что крещение Иисуса в воде было своего рода освящением со стороны Иисуса. Этим Он говорил, Отец, вот я, я пришел, чтобы творить его, или я сейчас освящаю, то есть отделяю себя для тебя, для твоих целей и планов жизни. И это была подготовка для Его публичного служения, среди прочего, что происходило. Но это в точности не было знаком того, что Он был грешником, раз Он крестился. Мы видим, как Иисус показывал невероятную чувствительность и сопротивление в отношении греха. Матфея 16 глава, 23 стих. «Обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». О, Он так противостоит злу, Он полностью противостоит искушению. Мы видим это и в Евангелиях. «Отойди от меня, сатана», это Матфея 4, 10. И также Он говорил, написано, ибо написано, Он противостоял искушению, а также осуждал лицемерие. В других и не принимал критику никакую. То есть Его не критиковали, что Он был лицемером когда-то. Никто не мог сказать, «Иисус, ты говоришь одно, делаешь другое». Даже враги Его признавали, что Он был беспорочным. Мы видим, как Он взывал к людям, призывал их, будьте совершенны, как Бог, но Сам не включал себя в это увещевание. Он отличался от Своих злых слушателей. Вы, будучи злые, то есть Он наделял себя, Он говорил так. Его никогда не обвиняли в том, что Он не жил в соответствии со Своим учением. Он удивительное заявление делал, которые были бы очень высокомерными, если бы Его моральный статус им не соответствовал. То есть бывает, что люди говорят одно, а жили по-другому. Но Он также и жил, как Он и говорил. И Его враги даже не обвиняли, не могли обвинить Его. Или обвинить в каком-то грехе. Никак. Очень сильное заявление есть об этом. Виангелия Тиана, 8 глава, 44 стих. Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он был человек-убийцей от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Итак, мы видим, что Он абсолютно и постоянно Он разоблачал всякие заблуждения, ереси, ложь, тьму и другое. И как Он мог это делать, если Он сам не был сияющим и излучающим моральную истину и чистоту? Он заявлял, что Он исполняет волю Божию таким образом, что иначе это было бы немысленно. Он говорил, пища моя, творить волю пославшего Меня. Иоанна 4, 34. Он также заявлял, что Он одно с Отцом. И никакой грешник не мог бы заявить, что Он един с Отцом, с Богом. Вы видите, Он был абсолютно объединен с Богом. И Его образ жизни соответствовал этому величайшему заявлению о таких вот вещах в своей жизни. Итак, Первая Церковь говорит об Иисусе как о безгрешном, беспорочном. Мы видим, что везде в посланиях Он так и называется святым, праведным. И безгрешность Иисуса, она ясно и четко звучит в библейской доктрине о спасении. Особенно в учении апостола Павла о спасении. Как я говорил чуть раньше, послание к евреям, оно действительно показывает, что Иисус должен был стать 100% человеком, чтобы быть нашим первосвященником и быть посредником между нами и Богом. Павел в двух очень мощных отрывках Писания, это 2 Коринфянам 5, и Галатам 3, показывает, что Иисус должен был быть безгрешным, чтобы Его смерть была принята и была эффективной, и эффективной, то есть подействовала. 2 Коринфянам 5, 21. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, буквально написано, или жертвуя за грех, чтобы мы в нем сделались праведностью Божьей или праведными перед Богом. Другими словами, во-первых, Иисус должен был быть безгрешным для того, чтобы быть жертвой за нас, и чтобы Бог возложил на Него наш грех. Если бы Он был грешником, Он бы умер тогда за свой грех, а не за грехи других. Но еще более важное, ну не то, что более важно, но в дополнение к этому, мы видим, что праведность, которая была у Иисуса, она дана нам как дар верой. Вот что это значит, быть провозглашенным праведным. Это значит, что наше осуждение от нас ушло, потому что Иисус понес это осуждение за нас, будучи нашей заместительной жертвой, а также праведность, которую мы не смогли иметь. Мы получили это как бесплатный дар от Бога. Итак, Он стал грехом из-за нашей грешности, чтобы мы могли получить праведность благодаря Его праведности. Итак, и в том, и в том, Он мог быть нашей жертвой, или жертвой за нас во всем этом, и Он также мог быть праведностью, но Иисус для этого должен был жить святой, праведной жизнью, безгрешной жизнью. Галатам 3, 13, говорит, что Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всякий, висящий на дереве». Он стал проклятием. Это не значит, что здесь говорится, что Он был проклятием, но Он же не был грешником. Он просто занял место грешников, но Сам не был грешником. Он принял и понес наше проклятие. Он не стал проклятием в таком смысле, что Он понес какое-то проклятие за свою жизнь, или в своей жизни. Нет, Он взял просто в свое тело наше проклятие и понес Его. Итак, это показывает нам, что Иисус должен был быть полностью, стопроцентно безгрешным для того, чтобы Его смерть была приемлемой и эффективной жертвой. Мы должны очень внимательно и тщательно поразмышлять об этом. И если мы тщательно будем размышлять, мы увидим, что Иисус мог стать грехом только в том случае, если Сам был без греха. Он только мог стать проклятием, если Он Сам не подлежал никакому проклятию. И в течение многих лет богословы ломали голову над этим вопросом. Вот эта абсолютная безгрешность Иисуса, означает ли она, что для Него было вообще невозможно даже совершить грех? Ну, это выражается в двух вот таких фраз, которые обычно обсуждаются. То есть, либо Иисусу было вообще невозможно согрешить, либо это было просто возможно для Него не грешить. Подумайте об этом. Очень важная вещь. И это как пазл. И богословы, они уже столетиями ломают голову над этим. Мы с вами не сможем решить этот пазл, эту загадку сегодня. Но проще говоря, давайте скажем так. Новый Завет утверждает, что Иисус был искушаем во всем, как и мы. И все-таки Он был абсолютно безгрешным. Запомните это. Он был искушаем во всем, как мы искушаемы. Или в чем мы искушаемы, но Он был абсолютно и полностью безгрешным. Другие продолжают и говорят так. Но как Иисус мог быть полностью, стопроцентно человеком, если Он не был как-то предрасположен греху так, как мы, люди, предрасположены? Или как Он мог быть стопроцентно полностью человеком, если для Него это было невозможно согрешить? Да, это очень-очень глубокие сферы, когда мы начинаем размышлять об таких вопросах. Но помните, вот что. И вот об этом мы ясно понимаем из Писания. Новый Завет никогда не предполагает, что Иисус должен был стать полностью идентичным с человечеством в Его падшей природе, чтобы искупить нас от греха. А Ему не нужно было стать грешником для того, чтобы спасти грешников. На самом деле, наоборот, Ему нужно было действительно следить за тем, чтобы Он не стал одним из грешников, чтобы спасти всех грешников. Итак, насколько близко Он отождествился с нами, все-таки, даже при этом, Он сам фактически не стал грешником. Вместо этого Иисус, как вот назван, Он назван вторым Адамом, настоящим человеком, каким Бог намеревался сделать человечество, но без природы Адама, без той греховной природы, которую получил Адам после того, как он упал. То есть, это падшая природа Адама уже после грехопадения в Эдеме. Но даже как Адам продемонстрировал вот это совершенное, не падшее человечество в начале, которое обладало свободой, согрешить, когда столкнулся с реальным искушением, это было. Поэтому этот вопрос я лучше перенаправлю вот в ту сторону, чтобы, насколько это было возможно для Иисуса грешить, это очень глубокий богословский вопрос, по сути. Но я лучше скажу четко вот так, что моя убежденность в том, что Иисус имел свободу, чтобы согрешить. Иисус мог бы сказать нет Отцу. То есть, выбор принимать решение у Него был точно так же, как у Адама был этот выбор решить. Но Он выбрал быть послушным Богу и идти Божьим путем. Поэтому у Иисуса была свобода загрешить в случаях, когда сталкивался с реальным искушением. Другими словами, искушения были настоящими. То есть, как Он мог быть искушаем во всем, чем искушаем мы, если бы у Него не было этой свободы отдаться искушению, если бы Он решил или выбрал. Но Он выбрал Божий путь и Божью волю. Каждый раз Он выбирал. Итак, настоящее чудо безгрешной человечности Иисуса в том, что Он один не поддался искушению сказать нет Богу. Он сказал да. И это да прозвучало изнутри, из Его человеческой природы, и что стало ключом к нашему спасению. Человечество. Люди сказали нет Богу в Адаме, в лице Адама. И мы все так же продемонстрировали, что мы следуем по следам Адама. Каждый из нас повернулся на свой путь, и мы тоже сказали нет Богу и да себе. Но есть другое человечество, которое пришло. Его зовут Иисус, он второй Адам, и не просто второй, он последний Адам. Больше не будет приходить Адам, потому что Иисус завершил необходимую работу. И Он тот, кто возглавил это новое человечество, ибо как в Адаме все умирают, так и во Христе мы все оживаем. И в этом новом человечестве звучит да. Оно звучит изнутри человеческой плоти на всю вечность вперед. А это да было сказано нашим вторым Адаму, последним Адамом, который, в отличие от первого Адама, был испытан, искушаем в ужасных обстоятельствах, в то время как первый, он был испытываем и искушаем в идеальных обстоятельствах. И в отличие от первого Адама, который согрешил второй Адам, получил успех. То есть он добился успеха и победил. И все-таки он, Адам, он человек, и из этой человеческой природы он сказал это да Богу от имени всех Божьих сынов. И теперь мы сыновья второго Адама, и мы говорим да Богу. Давайте сейчас поговорим о сыновстве Иисуса, что он сын. Вы знаете, Библия открывает много грани Божьего характера посредством имен, которыми он представлялся своему народу. И через эти разные имена и титулы, какие люди называют, обращаясь к нему, точно так же это говорит о полностью человеческой и божественной природе Бога, Бога, сына Иисуса Христа. Это также видно здесь во всех этих его титулах. Их очень много, я их все прочитаю сейчас. Он Иисус. Он Христос. Он сын Давидов. Он сын Авраама. Он царь иудейский, назарянин, Господь. Он, Бог, которому Бог говорит, мой возлюбленный сын. Он сын Божий. Он Господь, Бог твой. Он учитель, наставник, сын человеческий, жених, господин субботы, сын живого Бога, царь, раввин, Иисус из Галилеи, святой, Божий, сын Всевышнего Бога, плотник, сын Марии, брат Иакова, Иосиф, Иуда и Семена и все их его сестер. Он сын благословенного Бога, избранный Божий. Агнец Божий, спаситель мира. Он хлеб жизни. Он свет этому миру. Он я есть. Дверь овцам. Добрый пастырь. Воскресение и жизнь. Путь истины. Жизнь. Истина виноградная лоза. Мой Господин и мой Бог. Святой и праведный принц жизни или князь жизни, князь и спаситель, Господин Иисус Христос, Господь Иисус Христос, наша Пасха, глава церкви, царь царей, Господь, Господь, автор нашего спасения, апостол, первосвященник, наш капитан спасения или вождь спасения, Господин славы, главный пастырь, слово жизни, верный свидетель, первородные среди мертвых, Альфа и Омега, первые и последние, Аминь, Лев из колена Иудина, корень Давида, верный, истинный, яркая утренняя звезда, Аллилуйя. Давайте прославим Господа. Вот кто ты, Иисус. И мы поклоняемся тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. И даже, хотя большинство этих имен и титулов используются один раз, два раза в Новом Завете, мы все равно можем многому научиться и узнать из них. Это было бы прекрасное занятие, если бы мы изучали все это в конкретном контексте, где они прозвучали. Почти все эти имена и титулы, у них есть также предыстория из Ветхого Завета. Вот поэтому в серии занятий Меч Духа я провожу много времени в каждой теме, чтобы покопаться в Ветхом Завете, потому что я показываю фундамент, основание для нашего откровения Нового Завета. Но Ветхий Завет – это Евангелие в зачаточном виде, как эмбрион. А Новый Завет – это уже полнота тела, которая проявилась. Ветхий Завет – это тени, прообразы, картины, а сама суть и реальность она в Новом Завете. А в Ветхом Завете, вы знаете, Евангелие, в Ветхом Завете Евангелие звучит в какой-то неполной форме, в прообразе. А Новый Завет – это уже во всей полноте сформировано, в полноте звучит Евангелие и в совершенстве, и в завершенности. И мы можем, и нам нужно возвращаться к Ветхому Завету, увидеть эти исторические предпосылки для многих его имен Нового Завета. Мы можем многое узнать о характере, о миссии Иисуса, если посмотрим на эти имена и титулы. Но нам нужно рассмотреть внимательно и детально, если хотим понять и извлечь из этого мудрость. Есть четыре титула или имени, которые очень часто используются в Новом Завете. Эти четыре имени, кроме остальных, которые используются очень часто. Во-первых, Христос. Во-вторых, Сын Человеческий. Третье – Господь. И четвертое – Сын Божий. И вот эти имена очень многому учат нас об уникальном характере и о призвании Иисуса Христа. Да, может быть, я чрезмерно упрощаю при этом, но можно подумать, что эти имена или эти титулы указывают либо на его стопроцентную человечность, либо на стопроцентную божественность. И это действительно имя Христос и Сын Человеческий больше фокусируется на его человеческой природе. И имя Господь и Сын Божий больше подчеркивают его божественную природу. Поэтому здесь все-таки есть этот совершенно идеальный баланс. Вот эти четыре основных имени или титула, два из них подчеркивают его человеческую природу – Иисус Христос и Иисус Сын Человеческий. А другие два имени или титула демонстрируют и очень сильно ставят акцент на его божественности – Господь и Сын Божий. И мы с вами начнем рассматривать Иисуса Христа. То есть это имя Христос. Это титул, греческое слово – Христос. На иврите это слово «машия», что переводится как «помазанный человек». Это эквивалент термину на иврите «мессия», что означало «помазанный человек». И это показывает нам, что Иисус был человеком, который был особым образом помазан или отделен для конкретной задачи. Христос – это Иисус и его самое часто используемое имя. И этот факт, что первые верующие вскоре начали называться христианами, это иллюстрирует для нас важность того, как нам знать, что Сын Божий – это Христос. Давайте сейчас вкратце посмотрим на Ветхий Завет. И в Ветхом Завете мы смотрим вперед на век Мессии. То есть он указывает в будущее. И есть обещание или обетование чудесного времени, которое наступит для Божьего народа, что придет время и придет Мессия, и это будет золотой век славы и благословения. И я перечислил очень много местописаний для вас из Ветхого Завета, которые предсказывали, что этот мессианский век, век Мессии наступит. Но вы знаете, это так интересно. И может быть даже немного удивит вас узнать, что слово «Мессия», вот это имя или титул, оно используется пророчески только в Даниила 9 главе, где говорится 25-26 стихи «И так знай разумея с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа, до Мессии, владыки 7 седмины, 62 седмины или недели». Вот как раз это единственный раз, где используется этот титул «Мессия» или «Христос в пророческой форме», чтобы предсказать, что кто-то придет, как Мессия. В других случаях это относится к тем, кто были помазаны в тот день, в том поколении. Люди помазаны для конкретных целей. Но вот здесь есть именно тот один, который назван помазанником, очень ясно, четко и понятно, и удивительно, что это ссылка на языческого царя по имени Кир. Кир это был царь, иностранный царь, и он был помазан Богом, и как Божий помазанник он должен был исполнить конкретную задачу. И вот из этого помазания, которое было на царе Кире, мы видим, что там присутствовало пять мессианских принципов, из которых мы можем почерпнуть понимание, чтобы нам понять этот термин. Он был особо избран Богом. Исайя 41, 25. «Я воздвиг его от севера, и он придет от восхода солнца, будет призывать имя мое, и он будет попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечник, глину». Он был поставлен, чтобы служить и совершить искупительную Божью цель для Божьего народа. Исайя 45, 11-13. Дальше продолжается и говорит об этом. Он был назначен, чтобы исполнить Божий суд. Он получил владычество над народами во всех его делах. Реальным агентом был сам Бог. И это пять пророческих принципов, которые относятся к мессии. Или, как минимум, можно сказать, что царь Кир был пророческой картиной или образом, который показывал эти мессианские принципы, указывающие нам на Иисуса. Когда Иисус пришел, он пришел, как тот, кто был избран Бога, чтобы совершить искупительную Божью цель, чтобы осуществить Божий суд и чтобы получить владычество над народами. И во всех своих делах Иисус был, скажем так, агентом для Бога и Божьим инструментом, но Бог был тот, кто через Него действовал. Поэтому мы видим завершение нашего занятия, эти некоторые принципы, мы продолжим их изучать на последующих занятиях, чтобы посмотреть, как все это сбылось в жизни Иисуса. Но сейчас давайте для себя отметим, что вот мы здесь имеем эту картину в Ветхом Завете, того, кто был сильно помазан, чтобы принести искупление Божьему народу, освобождение и суд, тот, который действует от имени Бога Всемогущего. Вот Он, Мессия Христос. Его зовут Иисус. И мы с вами посмотрим и увидим Его славу больше и больше в своей жизни. Бог да благословит вас. Мы завершаем это занятие. В следующий раз мы с вами продолжим с этого места. Увидимся и благословение. На этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие на тему Познавая Сына. И я молюсь, чтобы во всех этих программах Бог дал вам больше и больше откровений относительно Иисуса Христа, Сына Божьего. В следующий раз мы с вами вернемся и мы продолжим наше учение на тему Познавая Сына. Продолжение следует...